Всем привет! Это новости будущего. С вами Елена Иванова. Наверное, вам попадалось в сети видео, которое наглядно демонстрирует пулянепробиваемость планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab. Причем пулянепробиваемость в прямом смысле слова. В устройство стреляли из газового пистолета с металлическими пульками, и на нем не осталось ни малейших повреждений. Так что покрытие дисплея Gorilla Glass установлено на нем не просто для красоты. Довольно приятно осознавать, что если любимое устройство упадет дисплеем на асфальт, то с ним ничего не случится. Хотя, безусловно, стоит избегать таких опасных ситуаций. Как оказалось, столь фантастические показатели отнюдь не предел. Теперь ученые изобрели стекло, чья прочность равнима с прочностью стали. Над разработкой трудились специалисты исследовательской лаборатории Berkeley Lab и Калифорнийского технологического института. В основу нового материала легло использование палладия, в результате чего стекло обрело новые свойства. Вместо того, чтобы биться, оно гнется. При этом его прочность на разрыв настолько высока, что оно вообще стало одним из самых мощных материалов из всех ныне известных. Разумеется, в массовое производство такие материалы пойдут еще очень нескоро, да и стоить они будут, по всей видимости, целое состояние. Для маскировки боевых машин сегодня используются самые разные средства. Гигантские чехлы, краска, листья, а также множество других инструментов. Однако британская оборонная компания Biosystems предлагает еще одно решение. На сей раз высокотехнологичное. Крупноформатные дисплеи на электронных чернилах, создающие любой маскировочный рисунок. На корпусе танка размещается массив камер и сенсоров, которые считывают расположение и внешний вид объектов окружающей среды. Записанная информация преобразуется в подходящий формат, и, исходя из цвета и формы этих объектов, рисунок повторяется на дисплеях ЕИНК, покрывающих весь кузов танка. Таким образом, в пустыне танк сольется с песком, в горах с камнями, а в лесистой местности, соответственно, с растениями. Разумеется, стоимость такой маскировочной системы будет очень и очень высока, да и первый прототип будет построен еще не скоро. Однако возможности такая система открывает поистине невообразимые. О других новинках далее. Новую технологию просмотра 3D-изображения без очков предлагает нам один французский изобретатель. Технология, надо сказать, очень необычная. Два крохотных устройства прикрепляются на голову зрителя с обеих сторон в височной области. Устройство посылает мышцам век электрические импульсы с определенной частотой. Человек непроизвольно моргает в заданном режиме и таким образом получает возможность видеть 3D-картинку на мониторе с частотой обновления экрана 120 Гц безо всяких очков. Все прекрасно, но было бы полезным обсудить эту технологию с точки зрения физиологии, ведь в этом случае мышцы заставляют сокращаться в совершенно неестественном режиме на протяжении довольно длительного времени. Полезна ли такая зарядка для век? Стоит проконсультироваться с медиками. С развитием технологий многие электрические приборы становятся многофункциональными. Вот, например, холодильник уже не только место для хранения продуктов, но и источник ценной информации, общения, развлечений. По крайней мере, таковым является новый холодильник от Samsung с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенным модулем Wi-Fi. Так что теперь это и холод, еда и твиттер в одном девайсе. С помощью этого устройства вы можете пользоваться календарем Google, узнавать погоду, загружать рецепты из интернета, оставлять домочадцам записки в электронном виде, просматривать фотографии и прочее. Реализованы здесь и такие удобные функции, как дистанционная регулировка температуры или автоматический контроль срока годности продуктов. Точная цена модели пока неизвестна, но зато известно время ее появления на рынке – май этого года. Когда мы говорим о том, что роботы постепенно замещают человека, мы подразумеваем, что все это произойдет когда-то в отдаленном будущем. А вот в ближайшем будущем такая простая человеческая профессия, как кассир в кинотеатре, может исчезнуть. Душевных бабушек-билетеров могут заменить Вот такие неодушевленные роботы-кассиры. Благодарить за это следует фирму под названием Ad Corporation. Вот пример. В одном из кинотеатров Южной Кореи уже появился робот-кассир. Вместо живота у него огромный сенсорный дисплей, на котором посетитель может узнать подробности относительно любого киносеанса и сразу же приобрести билеты, выбрав при этом способ оплаты. Робот-кассир умеет передвигаться по кинотеатру, но не для того, чтобы позабавить народ, а для безопасности. Робот патрулирует кинозалы после каждого сеанса на предмет наличия посторонних предметов. Так что, как поется в известной песне, вкалывают роботы, а не человек. На этом я желаю вам удачи. Увидимся в ближайшем будущем.